Губернатор Тверской области посетил производство Каменской бумажно-картонной фабрики. Городообразующее предприятие модернизировали в этом году. В осмотре приняли участие депутат Госдумы Владимир Васильев, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Каменская бумажно-картонная фабрика – городообразующее предприятие города. Оно ведет свою историю с 1799 года. Это не только самое старейшее производство в Тверской области, но и в России. Сейчас на фабрике полный цикл производства упаковки из гофрированного картона. Также здесь производят ящики и коробки различной упаковки с печатью. У нас есть и свое гофропроизводство, которое потребляет эти виды продукции. Также мы отправляем по России в интернациональные компании. У нас больше 25 подставок и различных потребителей за рубежом. То есть мы поставляем и в Семерную Америку, и в Южную Америку, поставляем в Европу. Недавно здесь модернизировали бумагоделательную машину. Автоматизированный блок удаления воды, обновлены детали, воздухоотводы и вентиляция в помещении, что повысило производительность оборудования и качество выпускаемой продукции. Посмотрели, как идет модернизация, как работают новые совершенственные линии. Предприятие обретает новый современный технологический цикл. Мы сегодня видели, особенно очень это важно, центр технологического контроля и за процессом, и за качеством готовой продукции. Модернизация производственной линии продолжится по новому инвестпроекту до 2025 года. Результатом станет расширение мощности гофпроизводства и создание 130 рабочих мест. Решения, которые принимаются, правительство, министерство, законодательство, кстати, мы видим, это все работает. Но время идет, и уже новые задачи вместе будем, естественно, решать. Все гости предприятия отметили экологичность производства и сказали, что фабрика – успешный пример компании, где ведется вторичная переработка сырья. Первое, предприятие смотрится лидером в России в своей подопре. Второе, предприятие само по себе очень бережливое по отношению к людям и по отношению к природе. И даже по отношению к научному и технологическому советскому, да и что ж, царскому наследию. В 2019 году к 220-летию фабрики открыт музей, где собраны старинные документы и фотографии, посвященные истории предприятий. А козницей кадра для предприятия является Кувшиновский колледж. Многие его выпускники в последующем становятся работниками фабрики. Недавно у нас была экскурсия на фабрику. Нам там объясняли, что и как делать. Я считаю, что это очень хорошая профессия, высокооплачиваемая, интересная. В этой профессии главная смекалка и умение что-нибудь делать, работать. Молодые специалисты востребованы и на других предприятиях региона. В Кувшиновском колледже также готовят сварщиков и поваров-кондитеров. Не менее актуальные профессии в экономике Верхневолжья. Продолжение следует...